Небольшая зарисовка Вертолете, да и не серийно тоже. Жители пригородов Свердловска, ну нынешнего Екатеринбурга, недавно наблюдали сцену, когда один огромный вертолет нес на тросе под собой другой такой же вертолет, только частично разобранный. Это Ми-26 вез на прицепе, на внешней подвеске, как говорится, другой такой же вертолет на ремонт. А сам Ми-26 начали проектировать еще в 50-е годы. Военным требовалось перевозить все более тяжелую технику. Нужен был вертолет грузоподъемностью 20 тонн и с внутренними помещениями, позволяющими перевозить даже танки. Никто раньше не слыхивал и не мечтал о такой машине. Уже тогда в конструкции широко применили титановые сплавы и стеклопластики. Вертолет получился достаточно легким, а два газотурбинных двигателя Д-136 позволяли перевозить груз до 20 тонн на дальность до 500 километров. До сих пор в мире нет конкурентов этому великану. Боевое крещение Ми-26 прошел в 1984 году в Афганистане. Через два года, во время ликвидации Чернобыльской катастрофы, он использовался в операции по установке купола весом 15 тонн над поврежденным энергоблоком атомной станции. С Ми-26 сбрасывалось также немереное количество реагентов прямо в жерло реактора. Примерно в то же время в Афганистане был подбит и упал в ущелье 12-тонный двухвинтовой американский вертолет «Ченук». Вынуть его из этого ущелья пытались другим таким же вертолетом, но ничего не вышло. Тогда обратились к русским. И СССР прислал Ми-26 и успешно эвакуировал американского гиганта, как они считали, из ущелья. Лично Барак Обама благодарил советских летчиков. Уникальный вертолет участвовал в действиях на Северном Кавказе. В гуманитарных миссиях ООН он стоит на вооружении полутора десятков стран. Сегодня модернизированная уже версия вертолета Ми-26 применяется и в ходе специальной военной операции. Не менее востребована и гражданская версия коровы. Как с любовью называют этот вертолет вот уже на протяжении 50 лет. Но гражданской версии. Она используется для перевозки грузов и тушения пожаров. И в прошлом году первая модернизированная версия вертолета Ми-26 поступила в спасательный центр Южного округа. В чем же заключается модернизация вертолета Ми-26? Во-первых, благодаря современной авионике, оборудованию, кабин, ну и системе управления, экипаж вертолета сокращен с 5 до 3 человек. Оборудование позволяет также существенно улучшить удобство и безопасность пилотирования. Как мы знаем, магистральные самолеты следуют на эшелоне, как говорится, на определенной высоте, на автопилоте. Больше скажу, они даже взлетают на автопилоте и садятся на автопилоте. То есть это уже и не пилоты вовсе в кабине, а операторы. Вертолеты преимущественно выполняют полеты на малых высотах, в сложных условиях. И это требует постоянного ручного управления. Новый же автопилот позволяет в автоматическом режиме летать по маршруту и на вертолете Ми-26, а также заходить на посадку и висеть на одном месте на заданной высоте. Это большой шаг вперед. На сегодняшний день, как я уже сказал, реальных альтернатив вертолету Ми-26 нет в мире. Но есть у вертолета вот уже на протяжении 9 лет почти своя слабость. Это двигатели. Двигатель хорош всем. Кроме того, что выпускать его в начале 80-х начали на Украине на заводе «Мотор Сич». После 2014 года поставки этих двигателей в Россию и запчастей к ним были запрещены. Но судя по тому, что эти вертолеты все же летают в России, значит, был накоплен солидный запас и двигателей, и запчастей к ним. Либо эти моторы поставлялись по неким серым схемам. Однако долго продолжаться это не могло и никого не устраивало. Лишившись российских заказов, «Мотор Сич» быстро пришел в упадок. Сейчас его практически не существует. Не применули воспользоваться такой ситуацией китайцы и выкупили большую половину акций этого лежащего на Баку предприятия. Они надеялись в том числе получить документацию, технологии для производства самого мощного вертолетного двигателя для своей собственной китайской программы. Однако Украина под нажимом Вашингтона вскоре расторгла сделку, чем вызвало гнев Пекина. И вот на сегодняшний день по воле Вашингтона от некогда славного завода не осталось ничего. В России остается только разрабатывать новый двигатель для этого вертолета. И основой для него послужил газогенератор, то есть основная часть авиационного двигателя ПД-8, который планируют ставить на суперджеты. По предварительным расчетам новый мотор для Ми-26 превзойдет по мощности и эксплуатационным качествам легендарного предка. Но и пора бы тому-то двигателю больше 40 лет. В Москве строят производственный центр по производству таких двигателей и не только их. Планируется, что в этом центре будут работать более 13 тысяч человек. Так что у Ми-26 впереди, надеюсь, еще долгая и славная жизнь. А после музыкальной паузы программа Радио Грюнвере продолжится. Вот и кончен фюр, и опять в переходе метро. Бородатый мужик продает проездные билеты. И госпонгидрана, там в суде перемены ветра. И весь город... Бородатый мужик продает проездные билеты. 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 Продолжение следует...